У нас силовые мини-пэки. Погнали. Я с ним общался, он так умный по общению. Один курс креатина. За всю жизнь. 15 лет больше. Какие-то типы просто, это такие устрицы. Друзья, перед самым началом ролика шоу на раз, хотел бы поблагодарить друзей из компании Фонбет, которые поддерживают выход контента на этом канале. Кстати, Фонбет является партнером ПФК ЦСКА, футбольного клуба Локомотив и сборной России по футболу. Также стоит отметить, что Фонбет титульный спонсор Кубка России по футболу. Также для моих подписчиков действует промокод САРАЧЕВ, по которому ты получишь фрибет 2000 рублей в их удобном мобильном приложении Фонбет. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, забирай свой бонус и делай ставки на спорт вместе со мной. И совсем скоро под матчей Фонбет Кубка России будет много классных акций. Не пропусти. Представляешь, ты такой сел прикорнуть. Блин, а прикинь, реально бы так было. Такой сел прикорнуть, такой, знаешь, типа поспать. Проснулся с кубиками? Вообще, реально, проснулся, у тебя косые кубики. Ну, воображение у тебя, да? Знаешь, а что нет? Либо ты в школе, хочешь учителя что-то спросить? Сидишь в таком кресле. 10 на пресс. 10 на пресс, тогда ты можешь что-то ответить. Отличники с каким прессом были? Ну, да. Сразу видно отличник. Рой, я тебе придумал нормальную погремуху. И вот это не мини-пэга. Мини-пэган. Пэган на английский в этот. Язычник, варвар. Так звали этих викингов. Это рубрика, она, наверное, одна из моих любимых, потому что в ней принимают участие ребята молодые, супер замотивированные. Ребята, которые своим примером, супер доступным языком, потому что они общаются с ровесниками, доносят до молодежи, что спорт это круто. И своим примером показывают, что тренироваться нужно и можно. И это еще и медийка неплохая. Вообще у нас опасные просто. Тигры, львы. В данный момент у нас волчара татарский. Он стоит, улыбается. Сразу химозник. И мини-варвар. Мини-пэган. Мини-кабан, ладно. Это будет мини-кабан. Давай тогда мини-кабан ставить. Он маленький персонаж из игры, знаешь. Кого к нам привел? Кента. Хороший тип. А как зовут тебя? Егор. Меня никто не называет Егор. Почему? У меня нету имени, у меня есть такое прозвище. Какое? Мини-пэган. Вообще не похож. Он просто маленький, у вас не типо это. Спортивный зал, спортстар. Вас приветствует. С распростертыми объятиями. Мы ворвались на эту площадку, ребят. Извините, что я так сижу. Мне просто, не знаю, мне что понравилось. Мне зашел только этот станок. Какого года? 2004. У нас силовые мини-пэган. Погнали. Ты химик? Химик же. Один курс креатина. За всю жизнь. Ты зацвел. Это сейчас весна или хотюнчики? Что это такое? Переходный возраст немножко. Не поздно подвертажать у тебя? Не поздно. Вот у нас я хотел бы вам представить вот этот шедевр от компании PayingKiller. Очень крутой дизайн. Делал нам его мексиканец. Лично я сам находил 350 тысяч пути, как оплатить ему, потому что у него кроме mypoe ничего нету. Цените, худачок. Самый сезон. Скрытые карманы. Наша фишечка. То есть, как будто простой худак, да? Здесь нету типичных карманов. Но если тебе что-то надо смыкать, ссылочки в описании. PayingKiller Forever. Вообще, он похож на такого вкачанного, по-хорошему, такого ботана. Да. Да? Такое прям, знаешь. Маленькое огорчение словил, знаешь, в детстве там, да, там, обозвали там. И он такой, типа, все, на год заперся. Писто там взял там наш 10 игровых карт, накачался ими. Блок питания. Бесперебойник. Точно, бесперебойник. Тягу бесперебойника. Метр семьдесят четыре. А вес? 80 килограмм. А сколько ты жал максимум? 135 давно. Не, ну он реально умный. Типа, я с ним общался, но он так умный по общению. А чем занимаешься, помимо спорта? Иду с соседью, учусь. Ну, то есть, ничем? На 15 лет младше. Скучу про трениковый тон. Ой, мы с тобой не будем говорить, короче. Ну, я бы не уверен. Вы у нас заходите, или 400 миллиграмм к чьему? 400 миллиграмм к чьему? Да мало. Ребята, большое вам спасибо за просмотр. Ценно, очень приятно. Вот. Было бы очень круто, если бы вы не только смотрели, но еще и подписывались на канал, потому что у нас есть заветная цель. 2 миллиона подписчиков. Мы к ней идем. Уже от вас крутой отзыв. Спасибо. Наша задача искать крутых персонажей. Вот этих два, как бы мы здесь не шутили, как бы мы не забавлялись. Это будущие медийные звезды, монстры, мини-пека, Татволл. А почему он сам угорает со своего, а? Придумайся. Давайте, вы напишите в комментариях, какая должна быть. Погремуха у этого лютого типа. Просто. Просто. Какая должна быть погремуха? Я затеряюсь в кварталах, акипин ван хана, хала вандала. Я не занимаюсь весами там прям, нитягами что-то было. И базовое упражнение делал просто ближе. Водибилдер. Водибилдер. Я с ребятами обсуждал, они как бы уже блогеры практически состоявшиеся. Он говорит, типа, я иду там по парку, пам-пам, там со мной фоткать. Братан, когда тебе дикпик пришлют в директ, это как голубая галочка, знаешь. Да. Девки шлют тебе что-то. Да и все, я все-все-все-все-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Твои ставки, сколько он сегодня сделает? Со 40, дай бог. А на бицепс? Не знаю, когда может 70-80. А потянется сколько? 20-25. Помог? Не, чуть-чуть, чуть-чуть. Да можно считать. 35, будешь пробовать? Да. Как не быть, а казаться больше? Не, как не только быть, но и казаться больше. Итак, первый пункт. Бьешь пам-по-претренник, ешь шоколадку, качаешься. Пампишься, жестко, минут 6-3, короче, пампишься. Потом ищешь свет, нашел свет, и все, взялась у меня фотография, одну укладываешь. А как же детали вытянуть и контраст? Точно. Еще нужно детали вытянуть и контраст, и яркость убавить, все нормально будет. Вот тебе и лайки в инстаграме. Зато, блядь, честно, за это можно мужчинам пожать руки. Теперь в той же манере пожми 140, пожалуйста. Какие у тебя успехи есть в бодибилдинге? Можешь в зеркало показать? Ну, пропорционально такой, типа, да. Не сильно большой, но заебись. Гармоничный. А ты умеешь позировать еще? Да, естественно. Как бодибилдер или как мэнсфизик? Я не буду оскорблять людей. Ты имеешь что-то против мэнсфизиков? Да. А ты? Я не вообще. Ты, ну, понимаешь, да? Да, ты понял, какие ты типы просто, это такие устрицы. Я вижу, по-татарски, блядь, типа, знаешь, никого я не понял. Что, ты не рубишь мэнсфизиком? Не уходит такой, блядь. Ты понял? Ты бы про писечку спрашивал, ты понял, что она там? У тебя сейчас жим больше стал, нет? Нет. А в Шейфурсе думаешь, а рубиться будем с вами? Ну, конечно. Я, наверное, тоже поучаствую. Один против двоих? Ну, мне кажется, типа... Не, ну, один против двоих я не вывезу, потому что они же тоже могут повторно. Если я пожму, собственно, раз за это все, можно сразу, ну, отказываться участвовать. Там тоннаж будет хороший. Ну, сколько тебе, собственно, сколько? В 90. В 90-е сколько раз пожму? Ну, раз от 40-ка такой же. 90 килограмм от 40-ка? Да. Блядь, вы все это слышали? В следующую программу мы снимаем заруба на тоннаж. Все? В 90-е будет жать от 40-ка. Да. Слезу, злезу, злезу. Нет. Блядь. У меня жопу свело. Вот тебе пример. У человека просто готов сегодня на 45-50. Пример просто боязнь веса. Вот он как пришел сюда, говорит, что я 135 жал, а 140 для него это в голове непреодолимая цифра. И он просто уже по-другому жмет. То есть там, я видел по 135, что там есть запасы. А вот просто все вот это вот, знаешь, излишняя страховка, потери скорости здесь. Здесь жим не академический у нас, не спортивный. Просто поджал и ударил. Ну, тут сильен. Слушай, ну он сложен прям прикольно. Сложен прям, да. Он эстетический программ. Хорошо. На кой хрен у нас сейчас еще же заруба будет? Да, развязаться. Косочко давай развязать. Кидаем узлов, паутину, тарангул, ты видишь все это сквозь виженки. Нет, силен. Да. Чистик сделал, молодец. Она купила гайд соточку. Она жмет много. Она сильная, мощная и красивая. У нее еще щеки. Это Вася. Он раньше жал соточку, сейчас не жмет. Обдрещал. Поэтому Вася сидит сзади. Будьте как Катя. Залетайте по ссылочке. Там у нас гайды. Изву, да? Ты что, будешь вешать? Ну, я думаю, еще можно, что, 1,25 повесить или 5? 90? Да. Это будет толчок тяжелый атлетический рывок. Есть! Я не могу. Нормально, защиту я. Ты готов? Да. Сколько раз потягивался максимум? 10. Максимум раз 20. Ну, давай 25 минимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я и сказал. Большое будущее, ребят. При поднятии самооценку. Ты поднял больше, чем Андерсон, Кирилл Литвинов, очень-очень дядька, с Минска, Дацик, Игорь Войтенко, дедушка Герман, Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. 83 года ему. Дикий Лось, Ким, Минеев, Тарасов, Орехов, Моряк, короче, Виктор Блуд 140 жал. Ну, я тебя поздравляю, потому что Василий Пельмень, Никита Нагорный, Егор Хлимов, Илья Шерстнев, Волков, это боец UFC. Алексей Стеллиров подняли 80. То есть для бодибилдера, ты прям такой хороший среднячок, шоу на раз. Доволен, нет? Естественно, доволен. Это для этих, короче.